Автохамы от избиений на дороге перешли к телефонному терроризму, угрозам и попыткам подкупа. В конце июня мы рассказали об этой ситуации. В Сормовском районе автохамы объезжали про пробку по встречке. Грубейшие нарушения. И не просто объезжали, а требовали у тех, кто ехал автохамом навстречу, по своей полосе, уступать им дорогу. Один из водителей уступать не стал, тогда автохамы на двух машинах заблокировали его и стали битыми и арматурой бить по автомобилю. Водители его семьи, а там был еще и маленький ребенок, были шокированы и испуганы. Еще месяц назад были известны номера этих автомобилей, предполагаемый адрес нападавших. Но полиция целый месяц так и не может никого найти и задержать. Наоборот, в повторную атаку пошли автохамы. Они где-то достали телефон потерпевшей и звонят ей то с угрозами, то с предложением денег. Нападавшие обманут путем. Выяснили мой номер телефона. Терроризируют нас своими звонками, чтобы узнать, где мы живем. Хотят с нами встретиться. Предлагают денежные средства в обмен на молчание, и чтобы мы убрали все из социальных сетей. Мы же вас не убили, 10 лет нам не дадут и ничего нам не сделают. Вообще нас не найдут, у нас все схвачено. Так может быть действительно у них все схвачено? Действительно полиция стоит под теми людьми, которых не могут до сих пор поймать. Месяц прошел, ничего не изменилось. Полиция предлагает такой вариант, чтобы мы позвонили им сами, договорились со встречи, и в этот момент они их задержали. Но в целях своей безопасности, безопасности своей семьи, я этого делать не хочу и очень переживаю за это. Известные, я повторюсь, и номера машин, и по фотографиям, на которые владельцы выкладывают в соцсети, легко можно установить и их адрес. Раз полиции туда не идет, то мы сами отправились домой к этим предполагаемым автохамам. Оказалось, что эти люди известны всему микрорайону своим криминальным прошлым. Одно прозвище – «Золотой», чего стоит. Сначала в этом доме пытались все отрицать. На вашей улице сфотографировали вот эту машину. Она чья? Указывает ваш дом. Нет, мы первый раз видим ее. Это где я стояла? Вот иди посмотрите, пожалуйста. Пройдите, посмотрите. У нас такой нету. Просто так стояла здесь. Вы что, меня спешите? 158, да, была у них. Мне ее купили в свое время. Кто? Цыгане. Да, да, это ихние. Да она здесь никуда не пропала. Она никуда не пропала, отстаньте. Ну, может, кто-то подсудил. Ну, тут у нас каждый раз ходят машины. У нас постоянно машины. Джипы ходят, и Волги ходят, и разные машины ходят. А что, если сейчас стоит у нас тут машина, вы скажете, что это наша? Это же не наша, правильно? Это Золотой. А это его жена, которая сидит. Золотой – это как понять? Фамилия Золотой? Прозвище. Он пришел из тюрьмы, она еще вот не вышла. За карту сидел. Золотой, да, да. Он сидел, он лет пять на ней сидел, вышел. Лет пять на ней. Полиция приходила сюда подомать? К вам приходила полиция? Нет, нет. Никто к нам не приходил. Нет. У нас таких нет. Вот это мужчина, не знаете? Тоже нет. Он живет здесь, в этом доме. Нету их. Мы тут живем, и дети у нас маленькие. Но в это время неожиданно тот, кого здесь никто не знает, сам позвонил на телефон, видимо, своей родственнице. И девушка, которая только что все отрицала и никакого золотого не знала, позвала потерпевшую, чтобы еще раз с ним поговорить по телефону. Если вы еще ко мне раз придете, я вызову вас в милицию, в наряд. Ой, как хорошо, да. Ой, как хорошо. Вызывайте. Мы заодно и поговорим по поводу той ситуации, которая произошла 24 июня. Ой, вызывайте ОМОН, вызывайте. Не заходи, я вам просто сказал. Давай так, решай, как хочешь. Хочешь так? А я буду решать по-своему с тобой. Давай. Это каким образом вы будете решать по-своему? Вы мне угрожаете? Я как хочешь, иди в милицию. А я хорошая. Все, брат, убей вас. Выстрелили вас. А, то есть вы этого хотели? Вы этого хотели? Я не заплетала, как банный лист. Уберите свою камеру. Надо было уступать. Вот видите, вы опять же говорите, что вы знаете. Надо было уступать. Ничего бы ей не было. И ничего не случилось. А почему? Ну ничего такого не случилось, что там из мухи прислали вот такой слон. А почему они должны были уступать? Надо было уступить. Они ехали по правилам. Все вы соблюдаете правила. А вы что не соблюдаете? Все соблюдаете правила, да. Почему человек скрывается? Почему человек скрывается? Хорошая, ладно, подает суд, пускай подает. А мы не боимся от ничего. Пускай идет дальше. Идет дальше. Нет, вы скажете, а почему человек идет на встречу? На встречу люди спешили. Она пострадала, мы тоже пострадали. А вы как пострадали? Вот так вот. Они пострадали, и она пострадала. Нет, объясните, как вы пострадали. А чем она пострадала? Скажите. Кстати, в ГУВД области комментировать столь затянувшуюся поимку автохамов отказались. Пострадавшие в связи с бездействием полиции намерены обращаться в Следственный комитет, прокуратуру и даже сразу же в суд. Ведь данные нападавших известны и своей вины хотя бы пока в телефонных переговорах они не отрицают. Продолжение следует.